Всем здравствуйте! Это новости Турции. Хочу напомнить для тех, кто впервые смотрит подобные видео и случайно наткнулся на меня на просторах YouTube. Я живу в Турции порядка уже почти 10 лет и снимаю видео о текущих новостях в Турции, о политике, о экономике, в принципе, о социальной обстановке, что у нас здесь происходит. И больше всего я упор делаю всегда на отношении к этому самих граждан, о чем здесь говорят люди, о чем здесь сплетничают, о чем на самом деле думают настоящие турки, которые живут в этой стране. Я живу в Стамбуле и очень много новостей у меня связанных о проблемах насущных Стамбула. Давайте сейчас приступим к просмотру. Если вам эта тема нравится, вы поддерживаете мои видео, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео в соцсетях. Недавно был соцопрос в Турции, он, кстати, периодически происходит, я всегда эту информацию слышу уже на протяжении многих лет, в районе раз в два-три года, но из-за короны это было довольно-таки давно. Соцопрос о том, как граждане относятся к, желают ли относятся к вступлению Турции в Евросоюз, вообще, как они относятся к этой идее, не говорит о том, что это произойдет или не произойдет, вообще, хотели бы они этого. И 51% респондентов сейчас на данный момент отвечают отрицательно, они бы не хотели, они хотят оставаться независимой стороной, не вступать в какой-либо альянс или союз. И 49% относятся к этому лояльно, либо положительно, ну, в общем, там ответ был очень простой вопрос, да или нет. Так что чуть-чуть-чуть больше половины, буквально на 2% людей против и 49% за. На самом деле это ничего нового, это никак не связано с событиями, которые сейчас в мире происходят. Это средний показатель чуть-чуть отличается от того, что было, допустим, 5 лет назад. Возможно, тогда желающих в плюс было побольше, но это и связано с тем, что из-за исламизации сейчас страны, большего входа религии в политику, вот этого слияния религии и политики, как бы неудивительный такой ответ. То есть, как им в принципе, если мы так будем округлять, по сути, как и есть, 50% в стране за партию ведущую, 50% против, и ответ про Евросоюз очень под это, скажем так, подходит, да, неудивительный, назовем так этот ответ. Я напомню, что турки очень патриотичны, они обожают свою страну, они очень чтят свои корни, свою историю. Очень много кто до сих пор уважает, любит, реально любит патриотическую любовь своего, скажем так, экс-прошлого вождя Ататюрка. Я дальше больше скажу, Ататюрк до сих пор жив, если так можно в кавычках сказать, его взгляды, его политика. Это очень большой процент людей, и они это получают с культурой, с образованием, в школе, с детских садов, от родителей. Это не только портреты, флаги и отмечания мероприятий, день рождения Ататюрка, праздники, которые он вводил в стране, или день также смерти памяти, его минуты молчания до сих пор каждый год происходят. То есть они чтят свою историю, они очень патриотичны, и поэтому, несмотря даже на какие-то европейские взгляды, независимость и так далее, демократические взгляды, они все равно чтят свою историю, и большинство людей, даже если не поддерживают политическую повестку сейчас, то они все равно любят свою страну, даже несмотря на то, что они каких-то свободных взглядов политических. Поэтому неудивительный вообще ответ, потому что 50 за, 50 против. Давайте продолжим статистику. Я просто всегда люблю мониторить статистику. Она очень показательна. На данный момент очень актуальная тема, сейчас все от этого страдает вопрос недвижимости, не только подорожание недвижимости. Кто переживал, мне говорили, я тоже в чатах такое видела, мол, если ты россиянин, тебе всегда будут эти квартиры, ну, намек такой на какую-то русофобию, но этого здесь нет. Здесь цены на жилье, недвижимость, продажу, покупку для всех абсолютно одинаковые. И хочу отметить, что турки точно так же страдают от этого повышения цен. И, ну, максимум, честно, я с этим лично не сталкивалась. Я могу предположить, зная менталитет, что если турок с турком поторгуется, он ему науступит, там, я не знаю, 1%, может, да, то есть, ну, минимум какой-то. Это если ты хорошо поторгуешься, там, через знакомых, что-то такое. Но в большинстве своем все, да ничего, все, почти все люди здесь, и турки, и иностранцы, за эту стоимость арендуют квартиру, либо покупают, никаких скидок для кого нет. Они точно так же страдают. И напомню, что индексации зарплат не было, и это подорожание такое же шоковое для всех. Зарплат, скажем так, выше наш не стали, а квартиры в 2-3 раз подорожали. Так вот, сейчас, в данный момент по рынку, 70% жилья – это вторичное жилье. Люди продают свои квартиры, там, перепокупают. Вот новый фонд, новые застройки, 30%. Неудивительно, вы знаете, что Турция очень быстро строится, отстраивается. Вообще, у нас строительная индустрия очень хорошо развита. Но подорожание материалов, экономическая ситуация, инфляция растет на 60%. Это сейчас, я дальше вам расскажу, да. И очень многие компании сейчас не вкладываются в стройку, потому что они заканчивают то, что у них были контракты, там, котлованы свои достраиваются и так далее, свои обязательства. На новое сейчас пока что не особо, скажем так, кидаются, берут, перестраивают старое какое-то жилье, ветхое, которое сносу подлежит. Здесь такая история есть. Новая застройка под вопросом. Ее не очень много, эти объемы, темпы сократились, потому что все очень сильно боялись с ноября месяца какого-то банкротства, что не вывезут, боятся брать кредиты и так далее, крупные компании на стройку. Неизвестно, как еще, например, подорожают строительные материалы. Поэтому здесь вторичка 70% продаж, сейчас это вторичное с жильем. На данный момент в Стамбуле стоимость квадратного метра начинается где-то примерно плюс-минус от 8000 лир. Это в рублях где-то 46 тысяч рублей. Это начало. Цены в верхний потолок, ну, 70 тысяч лир за квадратный метр. Это элитное дорогое жилье на берегу Босфора в центре. В каких-то супер... У нас, кстати, там суперлюксового жилья такого нет. Это старые, как правило, дома, которые с историей. Это дома, такой старый жилищный фонд, который история... История, как это называется по-русски, сейчас скажу. Такие дома, которые под охраной культурное наследие. Вот в этих домах и дорогие метры, и, естественно, там еще и дорогой уход за этим домом, всякий ремонт и так далее. В общем, стоимость жилья вот такая. От 8000 лир до 70. Вы можете умножить 70 тысяч лир. Это 70 тысяч умножить где-то на 5,5-6. Это будет стоимость... На данный момент, когда я снимаю видео, это стоимость лиры в рублях сейчас. То есть 5,5 по 76-рублей стоит 1 лира. Вот умножьте, это будет стоимость 1 квадратного метра. В Стамбуле... Ну и к инфляции. Инфляция официальная здесь в районе 60% плюс-минус. Ну, чуть больше даже уже 60-61-62%. Я видела информацию, кто-то говорит 60%. Ну, если округляем, берем 60% среднее по больнице. Инфляция 60%. Цены... Больше всего подорожали транспортные расходы. Это потому что бензин, это такси, это автобусы. Любой наземный, короче, вид транспорта. Либо где используется бензин и так далее. Или электричество. На втором месте у нас это питейные какие-то моменты. Это напитки и алкоголь, и безалкогольные напитки. Там, я не знаю, там Кока-Колы всякие. Это 70% подорожания у этих продуктов. И в районе 60% подорожания на мебель, на обустройство дома. Вот это все для декора, дизайна. Мебель, вот эти деревянные производственные, тканевые и все прочее, прочее. То есть, все равно здесь производится в Турции очень много мебели, материалов различных. Они тоже подорожали, со всем это все связано. Это, опять же, туда приплюсовываем транспортную логистику, доставку, бензин, газ, свет. И, короче говоря, вот это самые три категории, транспорт, напитки и мебель, декор какой-либо, что-то для ремонта. Это все три вот самые сферы. Это продорожание в районе там 70, короче, даже не 60. Мебель вообще на ухолосе чуть меньше 70%, 68 где-то. Это, прикиньте, при инфляции в 60. В общем, вот. Про остальные категории товара я уж не говорю, я об этом часто упоминаю. Что радует в этой ситуации ужасно, что-то может радовать. Радует то, что это по-честному. Это не скрывается. И да, люди очень недовольны. Если мы говорим о настроениях людей в стране, очень сильно все устали от войны, от этой ситуации. Уже даже больше раздражения, что это не заканчивается. Всех, честно говоря, уже достало. Либо есть люди, которые уже просто отстранились, за этим стараются не следить, потому что уже напереживались, это уже надоело. И просто устали уже тратить нервы. Очень многие отстраняются. Либо кто продолжает наблюдать ситуацию, очень сильно злятся. И, короче, все уже устали. Они больше начинают переключаться обратно на свои внутренние экономические и политические проблемы в стране. У нас, напомню, в Турции грядут скоро выборы. Через год уже начинается подготовка, назовем так, предвыборной кампании. Опять же напомню, что президент очень хорошо набрал себе очков на ситуации, которая сейчас происходит. Последние два месяца. Войны и нашим, и вашим. И экономика, на самом деле, это все для экономики, для себя, для страны, для людей и для своего присутствия в политике сделана. Естественно, это типичный турецкий менталитет. Он очень много набрал очков. А демократы немножко, оппозиции его сдулись. В общем, сейчас дискуссия у людей в основном про выборы. Все готовятся к этому, к выборам. Посмотрим, как это произойдет. Но тоже появилась уже информация в... Это неофициальное какое-то заявление, а информация в СМИ, в газетах, у журналистов о том, что уже начинается сподвижки. Он начинает менять какие-то законы. Я просто так около вокруг, я именно в эту тему еще не успела вчитаться, поискать. У меня не было на это времени. Более, если интересно, напишите вам информацию в следующих видео. В общем, уже какая-то сподвижка по законам идет. По поводу ковида. В районе 6 тысяч новых заражений на страну сейчас происходит. Официально Минздрав заявил о том, что мы возвращаемся к временам, когда вы не знали про ковид. То есть это такое уже пандемия прям спадает. Насколько это правда сейчас? Это очень трудно судить. Все вот так люди-кони, скажем так, перемешалось. Уже я вам говорила до этого, что в больнице всех подряд принимают. Все подряд уже поперезаражались. Я по своим знакомым, по себе, я уже три раза ковидом болела. Мы точно можем сказать, что острота этого заболевания, он уже себя пережил. Пережил этот вирус, он уже более гладко происходит. Меньше острых моментов, меньше смертности и так далее. Легче люди переносят заболевание. В общем, судя по обстановке вокруг, да, мне верится в эти цифры. Вот так скажу. Насколько неправдиво, я не могу знать. Вообще во всем мире очень много это скрывалось. Последние два года цифры по ковиду. Эти все статистики и так далее. Ну, в общем, что имеем, то имеем. Хочу отметить, что люди продолжают ходить в масках. Хотя у нас их отменили в торговых центрах с прископлением людей. Здесь это нормально. Люди даже у людей это нехорошо. Как психолог, как больше социолог какой-то я вижу, что это нехорошо. Это страх укоренился у людей. Страх за свою жизнь, свою смерть. И люди стали более покорные. И где-то не думают своей головой, а идут на поводу своего страха. Это я уж так масштабно рассуждаю. Но все равно вот этот страх за свою жизнь. Поэтому очень многие на автомате одевают маски. На автомате избегают скопления людей. Я больше скажу, на что я обращаю как психолог внимание. Рвутся вот эти горизонтальные, межличностные, социальные связи. Когда люди между собой контактируют. Когда они принимают совместно решения. Когда они друг за другом и так далее. Эта разрозненность, этот страх друг друга, что ты меня назовем, так условно заразишь. Это очень у этого большая социальная подоплека есть. Я просто вот со стороны, как думающий человек, это замечаю. Что для меня, работающего с людьми, очень довольно-таки важно, что я заостряю свое внимание. А вам, зачем я это отмечаю, повод подумать, раскинуть своими мозгами. У этого могут быть другие последствия, более глобальные. А из хорошего, что могу отметить, МИД Турции вернул свое консульство в Киев. Они вроде бы в Черновцах базировались, эвакуировались. В течение месяца МИД консульства Турции в Киеве не работало. А вот сейчас уже вернулись, и они начинают работать. И там горячая линия, конечно, до которой ты не дозвонишься. Там ее просто обрывают. Очень много турок жили и живут, продолжают оставаться в Украине. И в Киеве, в частности. Очень много запросов. Ну, короче говоря, если что, если вы там нуждаетесь, прям выезд какую-то информацию, вы всегда можете к этому консульству, если вы находитесь в Киеве, да, территориально обратиться, прийти туда, и там прием все равно у них есть. Также из новостей, еще не подтвержденных, неофициальных, тоже в СМИ была информация, что Турция сейчас продумывают, просчитывают, обсуждают в калуарах создание авиакомпании, которая будет возить маленькой, да, ищут вот эти фонды по самолетам, всему прочему, авиакомпанию хотят создать, подумывают об этом, просчитывают такой вариант, который будет базироваться в Анталии для чисто русского рынка, для того, чтобы на отпуск именно с турами связанное, да, возить чисто россиян. Потому что проблемы всякие, санкции и вся прочая история сейчас обдумывают этот момент, ну, благо то, что и много компаний, и дешевых здесь в Турции, у кого очень большой фонд у них авиасамолетов, техники, да, то есть этот вопрос продумывается, дабы снизить риски какие-то, и снизить на самом деле стоимость путевок, потому что и с курсами валют, это, конечно, вообще уже суммы такие неподъемные. Ну и также официальное уже заявление министра экономики в Турции о том, что за прошедшие два месяца были открыты, зарегистрированы, вот так назовем, не открыты какие-то филиалы, а зарегистрировано около тысячи компаний, естественно, это инвестиции, документы, вся прочая история, в Турции из России. Кто-то переводит сюда свои компании, открывают филиалы, но именно это пока что не прям вливание финансовое, а на документах очень многие в качестве, скажем так, подстраховки переносят свой бизнес, открывают какие-то свои офисы, базисы, в общем, базируются, переносятся сюда в Стамбул, в Анкару. В основном это, конечно, бизнес, это Стамбул в любом случае, это мотор всей этой машины страны Турции, где-то здесь самые главные органы, конечно, находятся, и в плане бизнеса в том числе. Вот такие новости Турции на данный момент. Мы все ожидаем здесь потепления и лета, которые к нам, слава богу, приходят потихоньку, понемножку. Очень холодная была зима, очень холодная весна, начало припекать нас солнышко, что не радует, но, знаете, день от дня, один день тепло, один день очень холодно, как зимой, там, условно, 10 градусов с дождем, плюс, а это как, ну, не знаю, в России 0, минус 5. В общем, такие вот у нас аномалии происходят. Спасибо за внимание, ставьте обязательно лайк, пишите комментарии под видео, это очень сильно поможет моему каналу, и я напоминаю, что видео на моем канале про экономику, про Турцию и так далее, вообще, в принципе, все видео, это не повод выплескивать вашу агрессию, мой канал это не место, куда вы ходите сливать свою ненависть и расприи какие-то, за подобное я блокирую, либо удаляю, не пропускаю такие комментарии. Уважайте просто меня, уважайте себя в первую очередь, тогда люди к вам, скажем так, потянутся. Спасибо всем за внимание, скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok